Вопрос в чём, когда человек от суеты, от выделенности, какой-то бегать нежизненной попадает в тишину или останавливается сам специально или вынужденно, неважно, и оказывается некой тишине, у него появляется возможность созерцания, ну или вообще он, оказывается, в этом опыте созерцания, то вещи, отдельные вещи, простые какие-то предметы мира, он на них останавливается, то есть без бегать дней именно есть возможность созерцания этих вещей, то тогда возникает какой-то странный опыт, когда кажется, что какая-то конкретная простая вещь, не обязательно там природная вещь, то есть не просто дерево, куст, цветок скрывает за собой какую-то тайну, а простая вещь, не знаю, комод, дом, будуар, не будуар, всё что угодно, чашка, чашка стоит на столе, солнце светит, просто солнечный луч, я не знаю, какая-то, поребрик, люк канализационный, всё что угодно, всё что ты видишь, оно в своей отдельности, когда созерцание, созерцание на этой вещи, оно приобретает, не приобретает, а начинает казаться, что оно не то, чтобы живое, но что оно само по себе, сама по себе эта вещь важна, то есть что оно несёт в себе какую-то суть, не просто является, что важно, не просто является проводником чего-то там, или знаком, чего-то там, символом, не важно, а что оно само по себе гигантски важна, вот, может быть, мои предположения, может быть, это пробуждение какого-то мифологического сознания, когда человек останавливается, там, начинает что-то в голове шумелиться, там, какие-то архетипы просыпаться, то есть, может быть, это миф проснувшийся, вот. Какие-то ещё могут быть? Ну, понятно, что здесь мы ко всему относимся, используя структуру знака, да, как бы, у нас не происходит так, что мы к чему-то можем отнестись непосредственно, всякий раз у нас, на что бы мы ни обратили внимание, но всякий раз возникает вот эта вот зацепка в виде значения, там, и каждый раз ищем смысл, каждый раз ищем значение, даже если мы полностью просто захотим погрузиться просто в созерцами, да, то этого нам не удастся, то есть каждый раз какая-то мысль родится, какой-нибудь отсыльчик родится, да, какой-нибудь контекст родится, мы живём просто в таком мире, что каждый раз вот есть задний план, каждый раз возникает этот задний план, план значения план смысла он всплывает ибо и если мы даже отказываемся от этого заднего плана тем не менее он вот так вот как тайна да вот как просто какая то что то есть некое поле то она остается возможность такая всегда остается забытый смысл да может быть значение любом случае этот план есть даже если пустой даже если там даже если ничем не наполнен постоянно присутствует и вот он как бы зовет как зову потенциальность это есть всегда на этом основном кстати как не смешно рекламу мы смотрим на рекламу как бы и нам на самом деле всегда проигрывать что-то нам пытаются указать на что-то как будто бы есть какой-то задний план там какая-то тайна там что какая-то что-то там такое есть хотя нам хотят разрекламировать нечто ступит на переднем плане лежит но вот с помощью заднего плана нам создают эту привлекательность потому что задний план, это и есть то, как работает соблазн, как нас соблазняет. Нас всегда соблазняет тем, что показывает что-то на переднем плане, но как бы всегда есть у этого переднего плана какое-то значение, ссылающее дальше. Даже если уж совсем уже говорить упрощенно, на этом основном, в общем-то, разница между эротикой и порнографией. То есть эротика, она как бы вот играет этими передними планами, да, и указывает, что есть вот там что-то в заднем. А порнография полностью все раскрывает и поэтому там уже ничего не надо. Там уже только можно кожу снять, да, там что там еще можно сделать. Там уже заднего плана нет. Все представлено просто, выявлено, да, и нам уже это не интересно. Это как бы, это в принципе, как бы вот мы в таком знаковом мире живем. Весь мир вот он таков. То есть ты вещь вдруг останавливаясь и ну, созерцая какую-то вещь, и снимая, как человеку кажется, снимая смысл с нее, мы не можем снять потенциальности смысла. Не, мы можем снять. Понимаешь, здесь утилитарное использование, да, ты вот как бы стул видишь, как, видишь ничто такое, да, и потом понимаешь, что это стул. Ты как бы сразу снимаешь его, его смысл, ну и как бы обращаешься к ним утилитарно. И ты живешь, мы живем в мире утилитарно. У нас каждая вещь имеет какое-то фиксированное значение, и мы вот так вот через от значения к значению живем, и на эти вещи как бы внимания не обращаешься. Они нас окружают. Да, они нас окружают. А другое дело, когда ты смотришь вот не утилитарно, а вдруг тебе вот рождается такое как бы любопытство. Вот. Это я и говорю снимать смысл. То есть ты снимаешь утилитарный смысл, смотришь, смотришь на стол. А потенциальность остается, да. Ее можно заполнить. Да. И вот это вот на самом деле занимается поэзией. Мне кажется, все-таки вы не правы. А, ну ладно, хорошо. Да, доведите. Поэзией занимается она тем, что как вот она пытается в каких-то вещах, да, если речь идет о вещах, не обязательно вещах. Или даже можно говорить и о людях, да. Ведь точно так же нам люди является загадкой. Мы можем человек, вот, и какой-то рабочий работает, он ремонтирует дорогу. Мы можем просто к этому отнестись. Ну, рабочий, и проходим это значение утилитарное, и все. А можем подумать, что вообще-то там за ним целый микрофосмос снимаем. С людьми это неинтересно, потому что ясно, что это микрофосмос заранее. Да, это понятно. Удивляет. Удивляет, когда это вещи. А с вещами тут другая тайна. Вот на самом деле вот это значение задней плана, оно принадлежит самой вещи. Вещь нам, так, раскрывается удивительной тайной, да, что вдруг какой-то стул вдруг приобретает какие-то магические свойства. Или это мы ее наделяем? Потому что, может быть, просто у нас вот кроется некая такая вот магическая способность наделять вещами, вещи, вещи какими-то новыми значениями, да, необычными, как в поэзии или там. Мы пытаемся рассказать о них сказку, да, но сами вещи, они к этому и дифферентны. Или все-таки вещь, мир такой магический, и мы иногда можем как бы вот эту магичность увидеть. То есть за утилитарностью мы работаем, работаем, вдруг раз упираемся во что-то, и понимаем, что на самом деле вот оно чудо, да, вот оно само в мире раскрыто, вот оно вещь высветилось в каком-то особом значении, непонятном для нас. Просто это вот удивление там, мы просто заворожены, да, вот. Непонятно. Ну давайте я свою версию расскажу. Ну давай, ну, мне кажется, вы тоже там что-то сейчас придумали. Вы очень правильно говорите про вот этот автоматизм, в котором, ну, собственно, это Соня назвала суетой, в котором мы переходим от смысла к смыслу, мы их осуществляем, по сути мы встречаем значение, осуществляем его. То есть мы переходим от вещи к вещи, непосредственно воспринимая ее смысл и его осуществляем. Вот. Что происходит вот во время этой остановки, когда суета прекратилась, когда там, условно говоря, как в Кастанеде остановка мир, мир остановится, когда мы остановились на какой-то вещи. Мы удивляемся и мы поражены не значению вещи, не тем, что там за ней что-то стоит, другое какое-то значение, а самим смыслопорождение. Мы удивлены тем, что мы вообще понимаем ее. Вот мы не понимаем, как вот так получилось, что этот вот люк, да, конденсационный, это конденсационный люк. Вот это удивительно. Это как бы явным образом не проговаривается у нас в сознании, да, это не так, что вот мы как бы думаем, о, как же так. Но именно это тайно и присутствует. Понятности мира. Вот. Мы остановились и вдруг задумались. Вот я все время прохожу как бы мимо конденсационного люка, его значение осуществляю, но как вот он так конденсационный люк для меня? Вот. То есть как вообще получилось, что я живу в мире, где есть конденсационный люк? Вот. Что вот он такой, он как бы конкретный, что есть вот это значение, что есть такой смысл, что он связан с другими. Мы удивляемся как вот этой смысловой структуре мира. Мне кажется, вот этому мы удивляемся. То есть когда мы в автоматизме, мы ее просто проживаем и мы непосредственно в ней находимся. А тут мы отстраняемся от смысла. Отстраняемся от него. Мы его действительно впервые видим как бы, ну как бы так сказать, не непосредственно проживая, а вот так вот отстраненно, как объект. И он нам удивит. Мы все так же его понимаем, мы его понимаем по-прежнему и в то же время не понимаем в каком-то странном смысле, ну в смысле какой-то вот обязательности. Ну что-то похожее происходит, когда вот допустим мы вдруг обнаружили себя, что вот мы живем такой-то жизнью, работаем на такой-то работе. У нас там, там, такие-то родители, там, жены, дети и прочее. А почему так вдруг, как бы спрашиваем на себя. То есть мы удивляемся вот этой конкретности какой-то, этого мира. Вот такая вот, нет? Утащил в другую сторону, да? Не-не-не, это как бы действительно две возможности. Я, может быть, это описывала, эту изначальную ситуацию и не полностью ее писала. Сейчас вот, пока ты говорил, я поняла, то есть конкретно поняла, что конкретно, откуда это вот удивление там и так далее. То есть что удивляет? Я здесь вообще хочу от смысла какой-то такой вещи. Вот давайте будем говорить об одной вещи, которая удивляет, да? Потому что мы на ней остановились. Смысл этой вещи куда-то вообще вдаль и вдаль и вдаль улетает в это время. Совершенно неважно становится ее предназначение и так далее. И удивляешься не тому, что она не осмысленности мира, не какой-то структуре, скажу слову. Вот. А эта вещь, она предстает своей какой-то конкретной материальности. И восхищает именно это ее воплощение материальное. Понимаешь? То есть вот эта ее форма, плотность, материя, вот это вот, вот просто как она есть. Мне все равно становится просто, не думаешь о том, что там, зачем она и так далее, что она для меня, что я знаю ее смысл. Это безразлично становится. Просто вот эта вот сама форма, она вызывает восхищение. Любая вещь. Красивая, некрасивая там. Именно это все-таки восхищение. То есть не странность, а восхищение. Не странность. Нет ощущения странности, а какое-то восхищение. Понимаешь? Это, кстати, очень уже ближе к эстетическому пониманию. Потому что эстетики как бы пытаются понять произведение искусства этого, найти его смысл, это как-то глупый подход. Ну да, да, то есть смысл чашки нашел, пьешь из нее чай. Да. Чтобы как бы увидеть вот эту вот форму ее какую-то там уникальную, надо забыть про то, что это чашка в каком-то смысле. То, о чем ты говорила, это немножко другое состояние. То есть тоже в него впадаешь и начинаешь удивляться каким-то простым словам их смыслу, вещам их смыслу. Это другое состояние. А то, о чем я говорю, оно другое. То есть ты смотришь на что-то, на чашку, просто как на кусок керамики. То есть ты не знаешь, что это чашка, тебе все равно что это. Она просто приобретает какую-то древность вдруг. То есть она существует, это что-то вечное. Вот она вот сейчас вот, сейчас и навсегда вот эта вот чашка. Это не это нечто, а то, что на что ты смотришь. Это уже из разряда присутствия, да? Ходильский. Потому что просто через чашку ты возвращаешься к самому себе. Потому что то, что ты переживаешь, переживаешь. На самом деле это переживание с личным присутствием. Просто она опосредованная чашка. То есть это просто как то, как ты возвращаешься к себе, не путем рефлексии какой-то внутренне, а путем того, что ты в чашке как бы видишь что-то, она заставляет тебя что-то переживать. А переживание то есть то, что является чисто нашим способом, на самом деле, проживания и бытия. Ну, понимаешь, мне не настораживание сказать. Больше всего странное в этом состоянии то, что ты... Самое главное здесь это материальность. Той вещью, на которую ты слушаешь. Потому что посхищает именно какое-то проявление материальности. Ты смотришь, вот это вот такая вещь. Смотришь, вот это вот еще такая вещь. Что-то первобыдное, я не знаю. Почему я говорю о мифе? Потому что ты... Ну вот я смотрю, да, и... Ну вообще вещественность мира, да, и когда вот мы натыкаемся, вот она может здесь наудивлять очень сильно, вот. И восхищать может быть даже. Но мы в вещественности точно так же проходим, да, привыкаем. Да, но как правило все-таки мы сталкиваемся с вещественностью мира в негативном плане, когда там что-то сломалось там. Вот машина сломалась, до этого она была просто смыслом, знаком перемещения, понимаешь, раз как бы и он осуществляется. А тут она сломалась, ей надо копаться там, что-то. То есть все-таки и вряд ли ты тут восхищаешься и в материальности. Вот. А тут вот получается на бабу, да? Нет, вот это... Может быть это вполне... Гипотеза про эстетичность, что как бы вы же как бы поэты должны это понимать как-то, что... Что есть как бы эстетический момент, там уже не смысл, говоря, только какой-то там вот... Само восприятие, да, условно говоря, какая-то ладность с вещей, да? Да, ладность, это хорошее условие. Да. У меня почему-то дома есть нож такой красивый, мне всегда приятно брать, что он такой какой-то складный, как-то ручка какая-то специальная, вот как-то ее берешь. Он сам весь такой, как-то вот блестит, как-то, знаешь, вот все сделано у него хорошо, вот как-то вот прям приятно просто иметь. У меня вот такой нож... Я постоянно сталкиваю в стену... Это неверно. Я постоянно с этим сталкиваю, как-то удивительно. Не могу мимо этого пройти, да, вот берешь как бы и вот и понимаешь, что вот вещь хорошая вещь. У нас, правда, меня не состоит из хороших вещей, но какие-то бывают вещи хорошие, да? И когда вот на них... В конце концов, вот есть же понятие любимая вещь, да? Это же странно, как можно вещь любить? Она любимая, она не потому что любимая, а что она утилитарная, да? А что-то в ней есть еще дополнительное, да? Что-то вот нас связывает с этой вещью. Не, ну, бывают там какие-то воспоминания, там, жизненные ситуации, но это другое. Не, по этому поводу еще есть, между прочим, можно просто в эту тему тоже бросить. У Батериали есть это обсуждение того, как вещи становятся особенными вещами, да, допустим, они какие-то вот древние вещи, да, какие-то там, например, монеты. Помимо того, что это как бы вот предмет, монета, да, вроде вот есть добавочный смысл, да, как бы вот, причем как бы он не обязательно как смысл выдает, да, просто нечто вот воплощенное в восприятии, да, там. Вот что-то особенное там в нем есть, какая-то история за ним стоит, да, вот. Какой-то контекст еще специфический, допустим, какой-то там. Или там какие-то раритетные вещи, да, там, или вещи, которые были связаны с такими-то людьми, да. Ну, сейчас на аукционах продают, там, например, платье какой-нибудь, там, актейс, вроде как желупость какой-то, ну, тряпка, осталась тряпка, почему она вот новое значение-то приобретает? Ну, это просто на уровне значения. Ну, да, 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 это все-таки немножко не то, да, о чем идет ручка. А вот, например, если мы говорим о... Ну, о чистом мечанстве бывает. Нет? Нет, не мечанстве. Ты понимаешь, это может быть просто, ну, просто кружка там или что-то такое, понимаешь? Это оправдание мечанства, да? Камень. Просто вот смотришь, вот камешек тут лежит, да? Камешек, да, бывает приятно взять там, забрать с собой. И цветов бывают разных очень. Я люблю очень камешки тоже. Я, когда к морю езжу, всегда камешки собираю. Ставлю, что всегда право. Ну, что это такое? Ну, как вот, то бы обещал, что ты говорила. Нет, дело не в том, что они мне нужны, потом я их выбрасываю. Ну, да. А просто сам процесс, да, вот они разные, да. У них какие-то там есть вкрапления, какие-то цвета есть. Причём они красивые, когда пока в воде находятся. А когда высадут, то они становятся, наверное, в пород. Да, да, есть такой момент. Тут в аквариум. Тут есть нечто эстетическое, понимаешь? Это эстетическое, которое как раз не отсылается смысл, да? И если мы от эстетического переходим к смыслу, то всё, там побежали, там начинается философия, там и прочее, да? А вот эстетическое должно остаться по-другому. Но не как бы эстетическое, да? Есть наслаждение какое-то, да, вот это, например, от стихотворения, там, или от лицезрения картины, или там, от статуи, там, или от красивого пейзажа. Просто даже, пускай это даже не искусство. Вот мы смотрим, как вот пейзаж открылся, солнце светит, зелёный там какой-нибудь. Понимаешь, когда это живопись, пейзаж, ну, рода там, скульптура, это тоже понятно, это чистая эстетика. Но, что странно, что эта эстетика появляется в каких-то простых неэстетических вещах. Ну, какой-то камень лежит, я не знаю. Ну, во своей отдельности. Не потому, что он на какой-то красивый природе лежит и так далее, ты смотришь девица и так далее, вот. А вот просто вот его отдельность, ты видишь только его. И, вот, ты знаешь, есть такой термин в японской философии, но я сейчас не вспомню, который обозначает... Есть такая японская философия, надо так начинать. Ну, расскажите, в японской культуре, в японской культуре, да. Будем говорить правильно. В японской культуре есть какое-то слово, которое обозначает именно, так сказать... Это красивое что-то, да, как красота. А есть другой термин, который обозначает, что вот эта вещь, она хороша, потому что она древняя. Ну, знаешь, вот, мне просто на ум приходят другие аналоги. Допустим, есть обыкновенный кот, да, какой-нибудь там... Я всегда к своим котам, да? Кот беспородистый какой-нибудь там, просто рыжий кот стоит... А есть какой-нибудь породистый кот, допустим, какой-нибудь там... Там бывает, может быть, например, голубая русская, да, там, супердорогая... Ну что, вот, казалось, два кота, какая разница? Понимаешь, вот, один кот только потому, что он, ну, где-то породистый, считается породистым, может даже некрасивее этого рыжего кота, потому что рыжие коты очень красивые бывают такие. В чём смысл? Понимаешь? Ну, опять же, как бы, когда апеллируют к смыслу, это, наверное, неправильно. Но всё равно, вот, есть что-то, какая-то добавка от того, что вдруг он породится. Чего ты куда-то всё равно уходишь? Не, а здесь ты говоришь, что он древний. Немножко значение уже там, культурное значение. Надо всё-таки на поводу, давайте попытаемся про значение, мы уже сказали, и так всё понятно, так что с значением случается. А что случается, если нет значений, да, как бы... А тем не менее, переживания есть, да, переживания есть. Давайте уберём этого древнего, потому что... Просто я пыталась найти термин, вспомнила, что что-то похожее вот есть у такого вот слова, но оно всё-таки обозначает конкретно тот смысл, что он влечь там древний, и именно в этом он там красиво. Нет, бывает ещё, вот тоже была, когда мы играем сзади, да, вот это, это тоже, действительно, поэтигерянская тема, как бы какое-то удобство, ладность вещи, да, когда вот она там хорошо, действительно, лежит в руке, когда она как бы сподручна тебе, да, немножко тоже другое, да, наверное. То есть... Тут есть утилитарность, но утилитарность как бы с эстетикой. Понимаешь? Утилитарность как бы... Даже в утилитарности... Соразмерность тебе. Да, да, да. Не такая, что это, как бы, вот такое интеллектуальная утилитарность, ну, условно говоря, интеллигибельная, вот как правильно говорить, да, то есть, что вот мы понимаем, что это вещь удобная. А когда вот ты просто ощущаешь именно эту соразмерность, такое бывает. Да, а здесь, как бы, то, о чем Сопер говорит, немножко другое, да, и вот то, что другое... Это сильно завязано на материальном. Да, да, да. Потому что, ведь перед материей, действительно, то, что есть материальное, это же удивительно, что... Удивительно, да, да, да. То, что оно какое-то... оно другое, как бы, да, там, оно может быть... А почему оно может быть разное, да, и вообще, что оно есть? Может быть, это удивление перед бытием? Может быть, да. Хотя, с другой стороны, это удивление перед бытием, это бытие же тоже своего рода смысл, да, который мы охотываем. Или переживаем. А как будто это живое, воплощенное... Ну, как бы, не знаю, так сказать... Ну, то есть, не, ну, переживание материальности мира, вот, можно было бы так сказать. Это тоже такое переживание. Но, я говорю, ну, меня вот, единственное смущает, что оно, как правило, все-таки... Что почему-то оно в разных, как бы, ключах, то есть... То есть, я знаю, что бывает переживание материальности мира, которое негативно. Но... Причем, когда оно негативно, ты его переживаешь, как они как значения. Ну... Все-таки. То есть, опять же, транссидируешь смысл. А тут все-таки надо остаться материальным. Ну, но это же как значение. Ну, вот, как бы, понимаешь, условно говоря, ты, как бы, осязаешь вещь, да, там, ее, там, трогаешь, там, видишь, как бы... И тебе уже не надо ничего больше. Как бы, она вот замкнута в некой своей, вот, самостоятельности. Мне кажется, тут что-то такое есть. То есть, как бы, ты уже... Ну, не знаю, это своего рода как любовь, понимаешь? Потому что ты любишь человека, как бы, тебе уже весь остальной мир уже, как бы, не важно, да, вот, как бы, выделил бы из общего контекста и... Ну, вообще, кстати, вот еще насчет материальности, да, вот, допустим, ты идешь, и там, не знаю, ветер падал в лицо, да, или там какой-то дождь начал капать, вот, и ты вдруг, как бы, эти ощущения поймал и начал воспринимать. Это тоже бывает очень, как бы, ну, удивляет, да, как-то, и, не знаю, ободушевляет, и ты переживаешь это как-то вот так, как нечто такое потрясающее. Нет, то есть, все-таки мы возвращаемся к этой категорианской теме, да, что вот переживание нас возвращает сами в себе. Ну, то есть, переживая вещи, да, даже, или материальность, что бы то ни было в этом мире, мы все равно, как бы, вот, косвенно возвращаемся к самому себе всякий раз. Я знаю, было, именно то, что вот именно в этой тишине ты не думаешь себе, ты не чувствуешь себя, ты просто видишь этот мир и видишь материальность. Ощущение, опыт встречи, я не знаю встречи, опыт материальности мира без себя. По книгер статье есть такой трактат вещек, я просто не помню, да. Ощущение вызывает именно эта чистая материальность, то есть, ты настолько забываешь себя, видя, ну, ощущая это чистую материальность, что это все не важно. Думаешь, боже мой, вот есть люди, где-то есть там, я там, и это все настолько не важно, что по сравнению с этой вещью. Это просто до странности потом доходит. Боже мой, в этой вещи больше, чем во всем человечестве спрятано. В диване, да? Нет, не в диване, в обычном камне. Я, кстати, не при диване вообще не знаю. Ну, вообще-то, действительно, когда Софья про магическое говорит или там про микологическое, ну, как раз об этом, да. Потому что всякие вот цветы и места, там, особые амулеты, камешки, там, все, она как-то завязана, да. Но, Булат, понимаешь, когда ты имеешь в виду цветы и места, там, какие-то амулеты, там, какие-то особые вещи, когда-то вещь наделяется чем-то особой, то есть, она... Это можно так, а есть же понятие, у каждого свой, знаете, вот, опросники такие, как, любимый ваш камень, там, любимый цветок, да, у каждого свое же. Есть вот в китайской философии, там, скажем, религии, наверное, у них каждый, вообще у каждой вещи есть свой дух. Вот. Почему я вспомнила про мифологию, там, что-то первобытное, потому что здесь уже похоже на это. Ну, бывает, вот, там, допустим, если, ну, там, на лодке плывешь, там, опустишь руку в воду, да, и вот она, как кисель, начинает, там, течь, и, как бы, ты вот смотришь, это настолько красиво и потрясающе, да, что думаешь, ну, вот, вот есть вот такое, да, в мире. Действительно, там, всякие человеческие вот эти смыслы, структуры, там, вообще они все отступают, они, как бы, так, влёпнут. То есть, ну, какая задумка? Умоление, как сказать, умоление человека и, как сказать, преклонение перед конкретностью, материальностью чего-то, так вот это чувство переживает перед вещью, скажем, не будем усложнять. Именно умоление человека, потому что чувствуешь себя ничем по сравнению с этой вещью. С водой, с камнем, там, я не говорю о сложных вещах, там, как дерево. По сравнению с деревом просто козябкой себя чувствуешь. Это, я просто волчон к этому. Ну, это, на самом деле, как ни странно, это именно религиозные чувства. Потому что, ну, это можно пытаться уже объяснять как-то со стороны, но, на самом деле, вот это вот есть некое понимание того, что есть нечто такое более высшее, да, вот. Не то, что там сразу Богу надо поставить людей, что вообще, как бы, это... Ты выходишь за рамки своего субъективности, да, вот. На самом деле, религиозность состоит в том, что выход, это и первое религиозность, она состоит в том, что ты выходишь за рамки своей субъективности. что ты как бы не все сводишь там что ты есть да не все сводишь своей субъективности своей тождественность что ты вдруг видишь что есть иной нашу как знак есть иной он просто есть то что но вдруг иное то что ты не можешь его свести к самому себе и что с ним делать самому по себе как вот она светится что ты не можешь ничего с ним сделать то что как как дыра говорит как адрес есть наш субъективе сфера мы все может всех любой смысл мы постоянно в каком-то смысле контролируем все смыслы мы можем стул назвать столом то все что угодно можем весь мир перевернуть просто стул можно назвать стула на это уже достаточно да и вот это действительно мы некоторым отношениям вот все мы сводим к тому что какие значения мы придавили все свойства субъективности локеры субъективность дыра карта понимаешь что то есть нечто даже не том чисто смысле не том дело что дыра потому что мы правда все что угодно поименовать там все все смыслы придать но просто когда мы это перестаем делать и останавливаемся. Те же самые вещи, которые мы можем придать смыслу, но снимая этот смысл, если мы не осмысливаем эту вещь, а снимаем смысл, просто останавливаемся на ней. Поименование мира прекращается, тогда мы встречаемся с ним непосредственно. Причем как бы это вот то, что ты говоришь о удивлении, и непосредственно встречу с вещью, это начало. Потому что на самом деле еще труднее встретиться с человеком. Потому что мы и человека сводим к какому-то мнению о нем, к ряду каких-то высказываниям. Допустим, мужчина, он умный или не умный, он относится к нам так и так и так. Мы так проще поверим, потому что человек смотрит вещи. Мне кажется, красиво было бы сказать, мы откладываем смысл. Откладываем. То есть, ну, потом мы все равно, так сказать, может быть, к смыслу вещи вернее. А мы как бы откладываем вот этот вот момент, когда она сольется со своим смыслом, а мы пойдем от нее в другую. А может понять это так, что вдруг мы осознаем, что тот смысл, который мы вещи навязываем, сама вещь другая. Что есть вот как бы зазор между тем, что мы навязываем ей смысл, и сама такая вещь она есть. Вы знаете, что у меня возникла какая-то идея, что такое впечатление, когда видишь вещь в ее вечности, да? Такое впечатление, что она просто по благородству своему принимает на себя тот смысл, который ей нет. Да, да, да. Просто по благородству. По смирению. Да. Не, на самом деле, да. То есть вещи смиренно, не только вещи, конечно, и животные тоже. Вот этот зазор просто, да, он действительно есть. Я почему откладываю, это диригианскую тему протаскиваю, это дифференция. Это различие как бы, это как раз то самое по сути различие, но оно в то же время и запаздываем, как бы вот это вот откладываем. Временная задержка. То есть не одновременность. Когда мы как бы в суете, мы одновременно. И вещь воспринимаем, и тот же смысл ей придает. Да, да, да. Нет зазора. Должен зазор как бы и временной, чтобы... А помнишь это... Ты к маме съездила, делать было ничего. Нет, просто Антон в свое время, когда вот про вопрошение говорил, он говорил о том, что есть некий след. Вот помимо симптомов, да, того, что присутствует. Есть еще след отсутствующего. Вот в некотором отношении, когда вот вещь предстает именно своей вечности, мы как бы ее видим как некий след. След чего? Нет. След чего-то. Нет. Я вот именно против того, чтобы воспринимать вещь как проводник или как след, как что-то такое. То есть... А как отсылку к чему-то... Понимаешь, это... Я понимаю, ты сразу хочешь ее наделить душой и хочешь, как ты говоришь, с ней разговаривать. Да, то есть ты берешь и пытаешься взять ее в свои самостоятельности, а не в отсылки. Самостоятельность. Понимаешь, мне не странно, когда вещь является проводником или следом чего-то. Это все совершенно понятно. Это смысл... Вот даже говорить не хочется. Это все понятно. И переживание этого тоже не вызывает странности. Вот. Вызывает странность именно то, что материальная простота какая-то, любой, не знаю, кусок глины вот так сожми, там он застыл, все... Это вызывает такое восхищение, что... Не какие-то особенные вещи, понимаешь, вызывают это, а просто любая вещь. Ну, в каком-то смысле, получается, ведь как? Вот, допустим, смысл в своем существовании нуждается в отсылках и в других смыслах, он нуждается в системе. А вот эта вот материальная вещь, вот когда мы о ней как о смысле говорим, она нуждается. А когда она просто вот так стоит... Она не нуждается. Она вроде как бы не нуждается. И вот об этом, наверное, говорит Соня, что она не нуждается. И это удивительно. Поэтому она выступает отдельно от всего мира. И этот камень, как бы, вот он отделен, и ты на него смотришь как на отдельное. Они здесь все-таки какой-то, я не знаю, тоски, ностальгии, да, вот, или какой-то грусти. Но что вот есть вещь, да, вот она отдельная, а никто этого не замечает, что она сама по себе, что она смирена при... Нет, никто этого не замечает, не то слово. Есть какая-то тоска, да, как будто зависть этой вещи. Даже зависть? Да. А я бы, например, наоборот подумал, что это какая-то, как сказать... Ничего не знаю, знаешь, такая... Пронзительное одиночество вещи. Вот она есть, ее не видит, ее как бы нет. Нет, 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 никакое чувство. Или все-таки она самостоятельна даже, когда ее никто не видит? То есть она где-то там, условно говоря, в темноте есть и все. Или ее нет в темноте? Когда ты ее видишь, ты... Ну, как бы ты одновременно видишь, что она и не нуждалась в том, чтобы ты ее видишь. Да, и когда она не нуждалась, и не будет нуждаться, ты ее видишь сейчас. Самое-то интересное, что она как бы чувствит себя маленьким. Да я понятно, но вещь-то не может восхищаться собой. Вот восхищаемся тем, что вещь такая, ладно, это мы. А это мы, да. Да. Поэтому она в темноте стоит, и, может, она замечательная вещь, там, единственная в мире. Но никто, кроме человека, сказать этого не может. Это понятно. Мимо пройдет животное, там, условно говоря, мимо другие вещи, там, пролетят, там, прокатятся. Так ее великость, великость именно в том, что ей это не нужно, это восхищение. Видишь, вот мы сейчас, вообще говоря, обсуждая вещь, ее наделили уже, что ей не нужно, да, какими это субъективными свойствами. То есть мы как бы полностью одухотворили ее, да, мы отдали ей свою жизнь. То есть она самостоятельна, она, ей много что не нужно. Да нет. Она великая даже. Нет, я понимаю, это и есть, на самом деле, мифологическое мышление, когда мы передаем вещи часть своей жизни. Да, а наука что делает? Она все это обратно отбирает. Она говорит, что нет, вещи – это вещи, там, ничего в ней нет. Почему наука так вот все-таки с вещами как бы бесцеремонно себя ведет? Ну, потому что считает, что это имеет право. Потому что вещи – это ничто. Ну, есть такой вариант. Я, в принципе, готова остановиться на том, что это просто… опыт мифологического сознания просыпающегося. Ну, причем это не просто просыпающегося. Мы, на самом деле, от него и отказаться-то не можем. Ну, я так не делаю, но есть люди, которые машины свое имя дают, разговаривают с ней, уговаривают, чтобы она завелась, если там зимой она не заводится и прочее. И вообще говоря, вот смотрите, использование амулетов – это же, опять же, как бы наделение амулетов какой-то магической силы. А что такое сила? Сила может быть только у людей, да, потому что вообще только у живого. И себя вообще… У какого-то камня никакой силы быть не может. Скорее, как бы через камень мы просто наделяем себя уверенностью, что как бы вот в нужный момент мы сможем оказаться на высоте. А так-то камень… Так и остается камень. Просто, с другой стороны, жить в таком мире бездуховном, да, который представляет себе просто какие-то огрызки там вещей, да, который вообще как бы не имеет никакой души, просто как бы неинтересно. Поэтому нам о ненужность… Просто у меня цитата завертелась в голове, там, из-за того, Щербакова там. Ну, она не совсем тема, ну, так, смешна. Не буквально так синтаксически превратив никогда в нигде, над кремнистым путем классически подпевает звезда к звезде. Я в торжественных их приветствии не нуждаюсь, но не горжусь ничего как-нибудь впоследствии, я им тоже не пригожусь. Вот это к вопросу, знаешь. Ну, это так. Не, а на самом деле, если и так обсуждать уже глобально, вот представьте, Вселенная существует, я уже даже не знаю, какие-то триллионы лет, да? Да, да, да. А мы тут червяки такие, действительно, ну, живем там, условно говоря, по 80 лет. Ну, вот просто даже соизменить, что такое Вселенная… Звезды там, можешь вот поверить. Звезды, а вот сами там какие-то… Карла, да, вспомнить, да? Там, звездное небо над головой, моральный закон во вне. Ну, тоже как бы, звездное небо, тоже же вещь. Вот. Или нет? Чему тут удивлялся? Нет, я… Самое интересное, я всегда… Понимаешь, понимаете, вот когда звездное небо – это близко, но мне странно, когда удивляешься чему-то большому. Звездному небу там, целому океану… Оно не просто большое, оно как бы даже… Я же говорила, даже дерево. Мне не странно, когда удивляешься дерево там, но когда ты смотришь на какую-то простую, там, некрасивую… Люди говорят, что просто как бы невероятное физическое удивление и потрясение какого-то гора. То есть, вот так как бы ты смотришь, там картинки – ничего. А когда ты находишь, и вот эти вот махины вокруг тебя… Это не странно. Маленький там такой, вот они вот стоят. Вот это вот именно переживание как бы своей малости и вот огромности. Ну, это про пирамиды, говорят, в Египте тоже так же. Пирамиды построены, а здесь как бы такое-то… Ну, они на самом деле такие огромные, что картинки их не передают. Как-то, ну, не знаю почему, а, говорит, надо просто присутствовать, там стоит такой просто непонятно, что такое, просто колоссальное такое. И все. Я сам не был, поэтому я только могу передать пишите на другой человек. Вот. Я говорю уже, это не удивляет. А удивляет именно то, что маленькое воплощение материальности, что в нем какая-то бездна открывается. Сейчас скажу. В любой вещи есть красота материальности. В любой форме. И вот это странно. Причем красота не в смысле идеи, опять же, что это есть. Не, ну, не смысле идеи. Идея, это же было опять значительно. Не в смысле симметрии, эстетики, опять же, в той же ладности, и не в этом смысле. А какая-то вот такая загадочная красота материальности. Воплощение материальности. Воплощение материальности, собственно, и сама. Да. Чистая материальности, без всяких наслоений. Может быть, это удивление, что маленькое, но у него все равно в своем месте. Ну, я говорю, я вот смотрю в это действительно нашало религиозности. Я думаю, что... Ну, почему? Потому что это вот пробивает субъективность. Вот некие такие переживания существуют, которые пробивают твою личную субъективность. И вот это как бы есть начало религиозности. Когда есть эта дорожка к другому, да? Да. Обращай внимание, допустим, лежишь ты на пляже. А? К иному. Другой. Значит, иному это как бы вещь, а потом после вещи-то идет другой. Да. В смысле человек, а потом есть другой смысл абсолютно. Вот, допустим, еще такой опыт близкий, как мне кажется, но может не полностью подать. Лежишь ты на пляже, допустим, да? Лежишь, но ты не можешь перебирать этот песок. Ты постоянно его там что-то сыпешь, там так-сяк, руками там. Ну вот каким значением ты тут наслаживаешь? Да не каким, ты как бы даже не думаешь, но вот ощущаешь его. Песок там это перебирал. Ну тут можно понять, что это тактильные, просто приятные тактильные ощущения там. Лежишь на пляже. Ну приятные. Дело не в этом. А дальше можно понять, что шалабливые ручки, как угодно можно понять. Вот. Но тебе как бы хочется прикасаться. Ну вот это ближе как бы к опыту с этой, с водой, которую я говорил. Не, ну ты просто удивляешься здесь тем, что почему вдруг возникает такое желание, но элемент же случайности присутствует, что-то надо делать. Как бы там у нас есть постоянный мелкий моторик, имели вложить куда-то как-то ее там. Ты можешь объяснить как бы просто тем, что так организовать. Я говорю, шалабливые ручки. Да, да, да. А можем попытаться к этому эстетически отнести, да, согласен. Вот я иду, допустим, все время как бы сорву. Если там какие-то листочки, какой-то листок сорву. Понимаете, вот. Ну может быть тоже как бы надо вот. Но когда ты там ходишь по помещению, вроде как нет такой потребности. Вот. А тут вот как-то лазочный, который покупать там лепесток какую-нибудь. интерактивку. Между прочим, что любопытно. Вот художники же раньше как-то рисовали что-то осмысленность, да, рисовали как бы отражая то, что видят. А потом они начали склоняться к каким-то странным вещам. Как бы работать со светом, да. Искать какой-то специфический свет или цвет, да. То есть, казалось бы, это какая-то детскость, да, вроде бы там. Наслаждаться каким-то вот светом, да. Это же странно немножко. Вот ты просто то, что ты говоришь, вот ощущение песка, да. Вот то, что он пересыпается, какие-то тамтельные ощущения. А есть просто вот ощущение цвета, да. Как вот некий цвет тебя просто завораживает. И ты вот с ним как бы вот пытаешься что-то так поиграть. То есть, картины, как это, игра уже цвета и тени, да. Света и тени, цвет там как-то там и так далее. То есть, уже не идет речь о том, чтобы передать нечто, да. Как будто изобразить то, что видишь. А уже тут нечто другое. Можно это, конечно, ввести опять же к переживаниям, да. А можно все-таки попытаться как-то объективировать этот процесс. Делаешь не то, что художник это для себя делает. Мне даже не ради каких-то терапевтических целей нарисовал, как бы не успокоился. Что-то же на самом деле. Мы же тоже, когда смотрим на картину, что с нами-то тоже что-то происходит. Мы же картины Лангога, да, они же какие-то странные. Но в самом деле цвета там какие-то странные. Все как-то странно. Но вообще такой опыт, мне кажется, концептуализировать невозможно. Вот есть некие первичные опыты в жизни, которые мы сможем бесконечно обсуждать. Так вот по кругу ходить. А на самом деле это опыт, который мы ничего с ним не сделаем. Он есть и все. Не, ну можно. А может и можно. Тем не менее опыт же как бы есть. Надо как-то обсуждать, надо зарабатывать. То есть сегодня, можно сказать, опытом занимаемся. Нет, у меня всегда, как философ, как всегда, сразу перейти к смыслу. Потому что смысл то, чем можно работать. Систему смысл другой бросить, там, сетку построить, попытаться там понять. А если это запрещено? А если мы должны как бы исходить из того, что есть? Не, не запрещено. Почему? Мы же сейчас, по сути, всю дорогу пытались к смыслу неликим. И мы все время как бы осмысляем тот. Правда. Мы говорим, вот, а если вот так вот у вас, ну, вроде не совсем похожее. А если вот так? Ну, ближе там. Ну, ну, чуть не то. Ну, это и дело. Мы сейчас, все, что мы сейчас делали, это просто отсекли неправильное понимание, то есть, отдельные какие-то ответвления. Другие опыты. Другие опыты. Мы отсекли и просто пришлось к честному пониманию и такого опыта в его чистоте. Такое апофатическое богословие. Апофатическое феноменологие. Ну, я не знаю. Апофатическое феноменологие. Примерно сам Душа был прав и ничего с этим опытом сделать не сможет. То есть, это просто есть вот такой опыт и ничего не сделать с ними. Не может такого быть. Не может такого быть. Ну, что ты можешь сделать? Всякий опыт имеет последствия в нашем мышлении. Всякий. Он какой-то, как бы, откладывает отпечаток. Он в мышлении, в нашем... Ну, я-то о богословии не зря говорю. Потому что Бог-то непознаваемый. Можно бесконечно, там, пытаться концептуализировать это, да, Бог как причина мира, там, как-то еще как-то обсуждать, допустим, на базе христианства, на базе другой религии. Но, на самом деле, Бог финансировал непознаваемый остается. И это главная его характеристика. Ну, по крайней мере, мы понимаем, что, допустим, религиозный опыт имеет отношение к этой религии. Мы уже, как бы, тем самым, вот тут как-то, ну... А этот опыт мы можем тоже осмыслить, что, может быть, принадлежит к эстетике, может быть, принадлежит, там, допустим, еще к чему-то там. Это просто тоже осмысление. Понимаешь, найти ему место. То есть... Не-не-не-не-не. Я не согласен. Это не осмысление, это попытка с ним расправиться. Ну, а что-то надо делать с ним. У тебя есть опыт. И раз, в классификацию бросил и успокоился. Ну, не то, что не классификацию. Надо проследить, что из него вырастает. Вот так я хочу сказать. Что вырастает из этого опыта? Какие последствия? А может быть, это основа нашего опыта, всех других опытов вообще, да? Может быть. Некое первичное ощущение, как он в своих целях? Что же ответ? Все, что мы можем, ну, о чем мы можем здесь говорить, поняв только, теперь, когда мы поняли, что это за опыт в его частоте, мы можем говорить о том, что... То есть, при люди, что нужно для того, чтобы этот опыт был? Что нужно? Потому что не всегда бывает. Да. Вот. А во-вторых, вот как Антоша говорил, последствия опыта. То есть, условия возможностей. И, как бы, и какая-то генеалогия, вот, ну, чего-то другого, исходя из этого опыта. Не, ну, вот, когда мы вот говорим о Боге, да, на самом деле, у нас единственного существует знание Бога, это вот некий, как бы, переживание, да, религиозное. Есть, просто, их по-другому назвать нельзя, поэтому, может, эти переживания, может иметь качественно разные, наверное, характеристики, но, как бы, основное, как бы, состоит в том, что оно относится, как ТГВ, как классификация к религии. Вот, есть некое переживание, там, божественность, да, и мы, как бы, на этом основываемся, что вот, все остальное, как бы, мы просто добавляем для того, чтобы осмыслить, что это такое. Какое-то отношение, когда вот так же, так же ведь можно не только Бога отнестись, так можно отнестись и к камешке, да. Нет, но ведь не сначала возникает религия, а потом возникает опыт. Не так все-таки? Нет, наоборот. Наоборот, да. Сначала опыт, а потом уже этот опыт… Поэтому, все-таки, не то, что мы в классификацию вбрасываем этот опыт и насилие какое-то анадимно осуществляем, все-таки здесь, мне кажется, ну, если мы, как бы, все сделали аккуратно и честно, мы должны строить, как бы, что-то, что не является никакой. То есть такой же как «язык до бытия», в этом смысле? Даже как бы, если ему язык что-то… Ну, как? Нет, язык. Нет, язык. А может быть, и на самом деле, если бытие до бытия. Понимаешь, если в бытие есть такой феномен, как энергия, и есть такой опыт, из которого она вырастает, значит, эта связь, как бы, она, для них, эта связь, естественно, она не нами принесена, как бы, ну, то есть, ну, нами в каком смысле, да, в том же, в каком-то, весь мир там принесен. Вот, может, он весь принесен вместе со всем этим, но тут нет, по крайней мере, над миром насилия. Вот. Если, допустим, опыт переживания, там, времени, да, или переживания себя, из его вырастает самосознание, тут тоже, как бы, если мы обнаружили, что это одно из другого проистекает, и одно, как бы, другое обосновывается, ну, тоже, вроде как бы, не насилие. Просто, опять же, ты все, когда ты об этом во всем проговариваешь, ты, опять же, возвращаешь субъективность в, как бы, свои сферы, да, вот, ты, почему, когда мы даем чему-то место, мы, тем самым, как бы, с ним расправляемся, потому что у нас есть некая сфера нашей субъективности, да, мы, вот, говорят, это относится к религии, и раз, как бы, дали ему уже наименование, промаркировали, и вот оно уже где-то в нашем опыте находится, там, в нашей сфере субъективности, где все упорядочено по определенному роду, там, ранжиру, там, религия там, тут, допустим, там, философия, там, наука и прочее. Так, раз, вот, полочки, все по полочкам оставили. А я же говорю о дыре такой, вот, возникает некая дыра, и ничего с ним не сделают. Вот она вот есть, и все. Конечно, если дыра есть, то она из нее тоже что-то вырастает. Нет, не, можно эту дыру заткнуть, тем самым, как ее взять и на полочку, вот, а, это религия. Понимаешь, ну, когда человек переживает это, что стоит, что можно сделать? Можно ему бесконечно говорить, а, это с религией связано, это связано, допустим, с философией, это связано с переживанием, с искусством, но это же некий опыт, значит, непосредственно ты его переживаешь. Религиозному человеку можно бесконечно доказывать, что Бога нет, но он просто знает, что... Мы как бы в этот момент занимаемся не опытом, а мы занимаемся тем, что мы занимаемся религией. Если мы занимаемся религией, мы ищем тот опыт, из которого она произрастает. Опыт тут действительно не очень важен, но мы его не умаляем этим самым. А я как раз на то, что опыт первичнее, основа религиозности, там... Он первичнее, он первичнее, но мы занимаемся действительно не опытом, а занимаемся вот этими какими-то смыслами, какими-то структурами, там, нашей жизни и так далее. Вот. Мы ими занимаемся. Мы обнаружим опыт, как исток. Мы, как бы, тем самым его не умаляем. Если мы обнаружили что-то, как исток чего-то там, мы не умалили этот исток. А почему мы его умалили-то сразу? И положили на полочку. А умалили мы ее, хотя бы даже если взять кантовскую философию и обсуждать ее как бы не в смысле, а познавательно. Что вот есть некая вещь сама по себе, вот как вещь себе. Она есть сама по себе. Но всякий раз она для нас как явление есть. Сама по себе, она не познаваема. Ну, не познаваема. Так же, как и про Бога мы говорим. Да, конечно, Бог проявляется в своем творении, но сам-то он не познаваем. Ну, не познаваем. Не, вот это и есть загадка какая-то. Что на самом деле в материальности вот как-то все-таки это прозревается, вот этот зазор, понимаешь? Ну, вот эта загадка, этот опыт загадки является истоком чего-то там. Может быть тоже философия, не знаю, может быть религия, может еще чего-то. Надо разбираться. Но если мы так скажем, мы не умолим его. Чем мы умоляем его? Нет, мы его не умолим. Важно на самом деле не успокоиться просто. Что вот есть этот зазор, и можно сказать, ну, есть и есть, типа пойдем дальше. Можно сказать, ну, отнесем это к религии или отнесем это к чему-то еще. Ну, не отнесем. Что значит отнесем? Я говорю. Не, ну, сейчас ты так вот про философию говоришь. Не мы его относим туда, понимаешь? А она порождает религию. Например, вот я просто слышу такие претензии, что вы занимаетесь философией, типа там, древней, как бы там, и там термины древние, этим заниматься не надо. Есть какая-то, типа, современная философия, какие-то современные термины, надо заниматься и им. Ну, это какой? Это, получается, тот самый разговор. Да, вот, древние прозревали какой-то зазор. Ну, типа, сейчас вот современная наука, типа, установила, что зазора никакого, ну, это я вот так смеюсь, просто, да, зазора никакого нет, и надо, типа, заниматься наукой. Это из этого разряда. Из этого разряда, что бесполезно копаться в древности. Надо жить, типа, современностью, типа, там, вся эта древность, она в современности присутствует, как бы, вся современность ее поняла. Это вот о забвении бытия, как бы, ну, тема не о забвении бытия, а просто о забвении вопроса. Вот есть этот зазор. Мы не должны этот, сколько бы времени не прошло, мы не сможем с ним устраиваться. Если опыт, как бы, не исчезает, то и философия наша остается вот этой. Но она остается в тех же терминах древних, потому что вот это, мы тут и сказать-то много чего не можем. Ну, и опыт древних, просто есть, как бы, может быть, какие-то еще и современные опыты возникли, которым соразмерно, как бы, из которых вырастает, там, современная философия и современного прошения. Ну, есть и, как бы, эти опыты. Вот. Просто современная философия, как раз, и вообще вся философия, она стремилась, сначала она шла, вот, от удивления, действительно, от того, как мир устроен, да, а в итоге пришла к тому удивлению, что такое человек. Ведь она копается, фактически, уже в том, что там еще в человеке можно найти, там, уже, там уже копается, что можно в человеке болезни найти, там, какие-то шизофрении, там, можно отклонения, какие-то, да, вот, там, машинные желания. Что там только уже в человеке нельзя найти? То есть, что человеке можно потерять? Конфенсорный бачок, условно говоря. То есть, что из человека еще можно достать, такое, знаешь, такое полезное, что можно было бы изучать. Фактически, вот, все вопрошения, которые, там, относились к миру, они уже просто прошли. Никому уже это не интересно. Понимаешь? А как раз тот Хадигет как раз и начинает с того, что, может быть, надо обратно вернуться к этому? Может, хватит уже к себе это копаться? Я же говорю про вот эту сферу субъективности. Ну, вот, и мне мысль хорошо была, потому что в этом опыте, в частности, важно именно заведение себя. То есть, может быть, это восхищение материальностью, восхищение миром без себя? Да, в таком может быть. То есть, во-первых, удивление тому, что, вот, а меня как бы нет, он есть. То есть, когда ты смотришь на мир, как если бы тебя не было. Если бы, я не знаю, кто там смотрит, ну, как будто это не ты смотришь. Вот. И восхищение тем, что мир есть без тебя, в своей материальности, в своей, не знаю, вечности. И в вечности, и в вечности. Своей самостоятельности. Восхищение этим миром самим по себе, без тебя. Именно вот это странное чувство восхищения, оно усиливается тем, что ты себя, ну, как бы, уничтожаешь. И вечности, в этот момент. Ну, как бы, тут как раз... Ну, понятно, что смотришь все равно ты, ты хочешь... Ну, непонятно. Вот, как раз получается, что вот такая игра, что мы можем к миру выйти, как бы, да, и дать миру возможности быть, когда забываем себя. Потому что мы настолько, как бы, уже погружены в свою субъективность, что мы не даем быть. Может быть, это наслаждение тем, что ты... Отсутствие. Да. Ты не столько... Ты не столько себе надоел, что тебя восхидит любая материальность. Что вообще материальность восхищает, если на нее обратить внимание и забыть себя. Ну, вот я говорил, как тросфера, как-то дыра проделана, да. Потому что, если честно, у меня даже у самого лично был такой опыт, а обратно только, да. Что я вдруг понял на самом деле, что нет ничего в мире интересного в принципе. Что все сводится к неким каким-то смыслам, да, которые вот... Вот, как я вот всегда, как сферу, да, вот я вот нахожусь в сфере, как бы, и все сводится к этой сфере. Все. Вот на что бы внимание не обратило, как бы, вот мне этот смысл ясен и прозрачен, да. Нет ничего в мире интересного, нет ни интересных вещей, ни интересных дел, ни интересных людей, ничего интересного нет. Да, вот такая полная, такая погруженность в собственную субъективность. И, как бы, пробить ее, на самом деле, если ее сложно, да, как бы, это вдруг что-то может ее пробить. Вот вдруг вот так вот, какой-нибудь случайный опыт, да, вот непонятно. А так вот, если это... А так можно оставаться эту субъективность бесконечно только, да. И вот, мне кажется, вот проблема как раз современной философии, причем она началась как раз с Ханта, да, то, что у Декарта еще там не совсем она установилась, что, я думаю, мы вообще просто так уже привыкли жить, что все субъективно. Все сводится к некой субъективности, к нашим способностям, да, к нашим возможностям. Субъективностика. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...